Привет всем друзья! Сегодня покажу, как сделать печку для теплицы из консервной банки. Бумажную этикетку с банки нужно удалить. Теперь понадобится воск от свечей. У меня ароматизированный, но на саму самоделку это никак не повлияет. Стакан с воском я в банку поставлю вверх ногами. Чтобы воск отделился от стакана, я нагрею монтажным феном. Стакан с воском я хорошо прогрею со всех сторон. Чтобы стакан не лопнул, прогрев я произвожу на малых оборотах. Вся процедура занимает около трех минут. От нагрева воск отсоединился от стакана и упал на дно банки. Пришло время стакан достать. Я использую перчатку и кулинарные щипцы. То же самое нужно сделать со вторым стаканом. Здесь мне пришлось немного подольше погреть. Воск не хотел сразу плавиться. Для ускорения плавления воска я решил стакан щипцами приподнять. Не прошло много времени, как воск отсоединился от стакана. Теперь в банке воск надо чем-то нагреть. Я буду использовать газовую плитку. Эта плитка моя палочка-выручалочка. Она за считанные секунды раскладывается и сразу готова к работе. Только остается газовый баллон подключить. Пришло время запустить плитку. Она запускается одним нажатием пьезоэлемента. Банку с воском нужно поставить на плитку и на небольшом огне воск нужно растопить. Теперь понадобится консервная банка чуть меньшего диаметра. Этикетку с банки необходимо сорвать. Воск начал удачно плавиться. Газовая плитка справляется со своей задачей на все 100%. Теперь понадобится небольшой кусок гофрокартона. Чуть выше банки картон нужно отрезать. В банке воск почти растопился. Немного осталось ждать. Теперь картон нужно померить вдоль банки и чуть-чуть большего размера его отрезать. Отрезанный кусок картона в банку установить. Таким образом, чтобы он застопорился поперек банки. Воск в банке полностью растопился. Пришло время газовую плитку отключить. Горячую банку с воском нужно чем-то взять. Я использую пассатижи. Горячий воск необходимо залить в банку с картоном. Таким образом, чтобы до краев чуть-чуть не хватало. Банку с горячим воском я поставлю охлаждаться в снег, но за ней нужно постоянно присматривать, чтобы от нагрева снег не перекосил ее. И воск не вылился. Прошло какое-то время, воск в банке застыл. Получилась тепловая батарейка. Многие люди скатывают в рулон картон, забивая полностью всю банку, но это не экономно. Чем больше площадь горения, тем быстрее воск выгорит. И восковая батарейка быстро закончит свою работу. Пришло время переместиться в теплицу. Для использования самоделки я подготовил два металлических ведра. Восковую батарейку я поставлю на дно ведра. Картон, пропитанный воском, подожгу. Тепловая батарейка начала свою работу. Она за считанные секунды полностью разгорелась. Из ведра выходит много теплого воздуха. Я бы сказал, сильно согревает лицо. Теперь нужно дождаться, чтобы огонь до воска достал. Ведро с батарейкой накрыть сверху вторым ведром, оставив боковую щель для выхода теплого воздуха и для нагнетания воздуха для горения. Между ведрами щелью можно регулировать подачу кислорода. Таким образом, будет огонь гореть сильнее или слабее. Соответственно, если будет огонь гореть сильнее, то и тепловая батарейка быстро прогорит. А если слабее, ее надолго хватит. Также будет регулироваться тепло. Если много огня в батарейке, то и тепла будет больше. А когда огня меньше, то и тепла меньше. Время работы батарейки все зависит от вас, от качества воска и объема его налитого в банку. Чем больше объема воска, тем дольше печка будет работать. Кому видео понравилось, оцените лайком. Не забудьте подписаться.